Девушки отдыхают В комнате находится 7 человек. Пятеро из них действительно являются представителями одной группы, но двое оставшихся не те, за кого себя выдают. В каждом туре участники отвечают на вопрос, связанный с их темой, после чего по принципу игры в мафию выгоняют того, кого большинство посчитало обманщиком. Коротко представьтесь. Расскажите о вещах, в которых пришли, и ответьте на вопрос. Откуда у вас деньги на дорогую одежду? Всем привет, меня зовут Сергей Сурков. Я являюсь креативным директором крупной компании, создаю аксессуары, так и зарабатываю на жизнь. Еще работаю как стилист с VIP-клиентами. На мне сейчас надето джинсовый костюм Versace из новой коллекции. Худи тоже, витмон, кроссовки Balenciaga, раннер – это новые кроссовки, сумка Dior Saddleback, кольцо White и браслет Джон Харди. Джинсовка Versace, я думаю, стоит она в районе 120-130 тысяч рублей, джинсы 50-60 тысяч рублей, худи в районе 80-90 тысяч рублей. Кроссовки, мне кажется, я их покупал просто в Милане в 1000 евро, 1100, сумка Christian Dior 250-260 тысяч рублей, кольцо White 230 долларов, не знаю, там, 15-20, не знаю, что такое. Меня зовут Леонид, я родился и вырос в Москве, дальше поступил в университет, закончил школу экономики на управление бизнесом, и вот сейчас, соответственно, веду свой бизнес, делаю перевозки из Америки, и на этом зарабатываю вообще хорошие деньги. На меня сейчас сумка, это Louis Vuitton, коллаборация NBA, где-то за 120 тысяч рублей, кроссовки Джорданы где-то 600 долларов стоят, джинсы где-то 80 тысяч, кофта где-то 200 плюс, футболка 70, кепка 50, очки 50, и ремень там Форд тоже где-то 60-70 тысяч, вот в этом районе. Да, все. Меня зовут Мария Раскин, я занимаюсь апсайклом меховых изделий. Но основную часть средств на одежду я беру у супруга. На мне сейчас туфли Шанель, это из последней коллекции, которую сделал Карл Лагерфельд, джинсы Прада, рубашка Шанель, украшения Булгари, это кольцо Louis Vuitton, но это кольцо с бриллиантами, и часы Булгари. По стоимости туфли стоили около 200 тысяч, джинсы около 70, рубашка, я купила ее на ресайкле, но все равно дорого, она стоила около 120, часы 550, это кольцо за 200, это кольцо за 200, это кольцо за 200, это кольцо за где-то 200. Все. Всем привет, меня зовут Марина Кроссовка, я только что почувствовала себя нищебродом, но ничего страшного, за работу еще. Я тату-мастер, воплощаю в жизнь мечты людей. Где-то я скромненько, очень люблю бренд Louis Vuitton, ботинки Louis Vuitton, 1125-130, джинсы Disquaret 75-80, баленсиаго свитер 90-95, футболка Louis Vuitton 60-70, украшения люблю только Cartier и Rolex, кольца по 100, часы Rolex, LM200, сумка, сумка Louis Vuitton 175-180. Ага, дешевле. Кольца всего по соточке, эх. Здравствуйте всем, меня зовут Диана Григоренко, мне 22 года, за эти 22 года я успела поработать в посольстве Гренады, мы делали гражданство за инвестиции, и сейчас я работаю в американской компании «Гетрон Токар». На мне надеты босоножки Saint Laurent, 47 тысяч примерно, платье Balmain, весна-лето этого года, 153 тысячи, часы Panther de Cartier, мини, 278 тысячи, и классика Сицилии, дольче Кабана, 113 тысячи. Здравствуйте, меня зовут Диметрио, мне 30 лет, я не работаю. Спросите, откуда такие вещи, да? Ну, я муза одного вдохновителя, поэтому. На мне итальянские шузы MoMA, 40 тысяч, новый комбез Yves Saint Laurent, это коллекция 22 года, 120 они где-то так стоят. Также на мне винтажный тренч Yoji Yamamoto, 2 500 тысяч евро, это 17-й год коллекция, дополнил таким полувером Moschino, 650 евро, и шляпа Disquired, она где-то 38 стоит. Также вот на мне такие вот аксессуары Shanti, это покупал в Индии, они недорогие, но они у меня создают такой, подчеркивают, маник, аксессуары Cartier, но это подарки, не знаю, сколько стоят. И вот на мне такой вот браслет жениха, это покупал в Индии, он стоит где-то 1000 евро, здесь циркония фианита, если не ошибаюсь, да. И вот такая вот брошь, это тоже подарок, наподобие Людмилы Гурченко, это не ее, сразу говорю, но вот когда увидел ее в образе, стоит такой брошь, я понял, что вот всегда брошь дополняет такой лухари. Ну и вот здесь аксессуары тоже дизель, в бочелате, но это все подарки, не знаю, how much. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Инна, я город Москва, у меня сеть массажных, ведущая сеть массажных салонов в городе Москве и Барвихе. Вот, соответственно, это мне приносит доход, вот, и плюс вторая сейчас специальность, это стилист, стилист ведущих брендов. На мне, соответственно, Батфорта Вейтименс 270 тысяч рублей, рубашка Вейтименс 80 тысяч рублей, пиджак Прадо 260 тысяч рублей и Биркин 2 миллиона 200. Спасибо. Теперь после знакомства скажите, кто из героев был недостаточно убедителен? Я пока что не понимаю, но мне кажется, что у меня два претендента на молодой человек, собственно. Забыл, как его зовут, Дмитрий? Димитрио. Димитрио, да, ну вот есть у меня вопросы, и, наверное, вопрос к Ине, у меня есть тоже. Давайте Дмитрио. Мне Димитрио? Нет, ты мне понравился. Мне кажется, у тебя оригинальные вещи, у тебя довольно правдивая история. Инна у меня тоже вызвала некоторые подозрения своей активностью. Вот, как тебя зовут? Скажи, пожалуйста. Марина. Пока у меня Марину вызывают. Мне написано, смотри. Я плохо читаю, у меня зрение плохое. Пока у меня Марина на кандидатуре, и как тебя зовут? Диана. Диана, у тебя слишком складная история, но никого пока не выдвигаю. Так, я думаю, что немножко преувеличил стоимость своей одежды Дмитрий, и подозреваю, что Марина. Дмитрий. Ну, это просто было очевидно, и поэтому, я думаю, каждый участник подозревает Дмитрия. Вот. И плюс, ну, еще есть люди, двое девушек, вот. Ну, у меня сомнения. Не знаю, кого выбрать. Две блондинки. Ладно, вы, Дмитрий. Я буду голосовать. У меня пока что три кандидатуры. Вот. Люди, которые меня окружают, и Инна. Наверное, я буду поддерживать всех остальных и голосую за Дмитрия. Ну, интересно будет, как все дальше развернется. Вот как-то сижу, знаете, вот, и не чувствую вот сзади человека, вот, Диана. Как-то говорила первый раз, ну, немножко как-то не так. И как-то вот по ценовой политике, может быть, немножко я ошибаюсь, но разве если у тебя только дорогое белье, там, с бриллиантами, тогда твой образ соответствует этой сумме. Это как-то, ну, не хватает. Там хотя бы у кого-то аксессуары, там, это все, да. А здесь как-то на полляма не тянет. Ну, извиняюсь, если кого обидел, как бы, ну, жизнь такова. Королева одна. Ну, по поводу Дианы я скажу точно, что там меньше пятиста однозначно. То, что оригинал, да, он там присутствует. Нет оригинала здесь действительно у двух людей. Вот. Я четко знаю у кого. И это будет Дмитрий. Время голосования. Поднимая руку, проголосуйте против одного из кандидатов. Диметрио. Я тебе не предам. Диметрио. Большинство он подозревает вас. Санте. Во-первых, я очень такой образ с перцем. Это мое амплуа. Я думаю, что человек, который придет на программу с таким маником, он не сможет себе позволить, если он там, знаете, вот, ходит в репликах. Потому что, насколько известно, в Москве очень другой маникюр. Плюс у меня наручены волосы. Алло, ребят, как вы думаете, сколько они стоят? И плюс за ними уход. Это два. В-третьих, человек, который ходит в лейбах, в брендах, либо это под заказ, щется каким-то моделье, кутюрьером. Человек несет этот образ, он несет его как королева. А человек, который ходит в реплики, он такой, знаете, ну, скромный, как сено в одном месте. Извините за выражение. Не хочется тебе похлопать. Королева. Участники ошиблись. Всем привет, совсем скоро наступит новый 2022 год. Куб, а что для тебя новый год? Мне кажется, это самое время изменить свою жизнь к лучшему. Полностью согласен. Это прекрасная возможность завести новые знакомства, похудеть или даже открыть свое дело. Интересно, а как открыть свое дело? Все достаточно просто и доступно благодаря модуль банку. Модуль банк – это первый банк для предпринимателей. Из очевидных плюсов могу отметить, что банк обладает, пожалуй, самым удобным зарплатным проектом на рынке. Переводить можно на любую карту без комиссии. Также модуль предоставляет приятные условия по выводу прибыли на карту физлица. Без ограничений и с защитой от блокировок по 115 ФЗ. А недавно банк запустил пакет опций для селлеров маркетплейсов. С бесплатной аналитикой конкурентов и кредитованием под закупку. Модуль банк является первым на рынке продуктов для бизнеса в России. И уже много лет обслуживает сотни тысяч довольных предпринимателей. А бесплатная бухгалтерия и бесплатный тариф помог для легкого старта. Становитесь клиентом модуль банка и открывайте свое дело прямо сейчас. Ссылка в описании. Почему вы предпочитаете брендовые вещи? Ну, я лично разделяю как бы брендовые вещи и стиль. Потому что можно одеться в лувитон, в шанель и в другие бренды, но выглядеть просто, ну, как минимум нелепо. У меня такая позиция, что когда ты покупаешь как бы дорогие вещи, ты за ними следишь. Это некая самодисциплина. И для бизнеса это очень важный навык. Ты более бережно и ответственно относишься как-то к себе и к своей жизни. Именно поэтому я одеваюсь в дорогую одежду. Плюс я в своем образе, да, вот мне, например, там, 25 лет, да, и я не ношу часы за, там, 20 миллионов рублей. Я одеваюсь действительно в то, что мне комфортно. И через это выражаю свое настроение. Вот. Я одеваюсь абсолютно разной одеждой. Дело в том, что я очень сильно люблю одежду. У меня ее огромное количество, целая комната. И я покупаю то, что мне нравится. Не только люкс, но и масс-маркет. Только то, что я считаю, что мне подходит. Я просто увлечена любовью к одежде. Я люблю ее. Почему же я люблю шмотки покупать? По-моему, это странный вопрос для девушки. Ну, я просто больной человек. Я шипоголик. Я покупаю брендовые вещи. И не только брендовые вещи. Я просто покупаю кучу вещей каждый день. Постоянно заказываю огромное количество всего. Почему именно Louis Vuitton, допустим, Balenciaga и все остальное? Мне просто нравится красивая одежда. И как только я стала зарабатывать до хрена бабок, я с большим просто огроменным удовольствием сливаю эти бабки на шмотки. Вот и все. Я считаю, что выглядеть хорошо можно абсолютно в любых вещах. Главное, чтобы они сочетались между собой. Пусть это будет масс-маркет, люкс, неважно. Если тебе эта вещь нравится, я готова за нее платить. Если это качество, которое будет служить мне долго, но, конечно, те аксессуары, которые на мне, я покупаю себе не сама, а мой молодой человек. У меня интересный для вас будет ответ. Со мной в жизни произошла ситуация. Я до какого-то времени могла носить, позволить себе и масс-маркет, и бренд. Но после того, как я себе сделала подарок в этом году, я купила Rolls-Royce. Это обязывающая машина, которой нужно соответствовать. Я не могу выйти из машины, естественно, в масс-маркете. И выходя из такой машины, нужно выходить красиво. Вот и все. Почему я покупаю вещи брендов? Во-первых, потому что я покупаю дорогую, какую-то классную вещь от бренда. Я могу посмотреть на качество, как она сделана, чем вдохновлен дизайнер. И дальше я переношу. Ну, не переношу, я не копирую, но подчеркиваю какие-то фишки для своего бренда, в котором могу это использовать, например. Ну, все понимают, какое качество у сумок, не знаю, там, Диор, тот же Верме. И ты можешь, как бы, эти фишки потом использовать, переносить. И второе. Я работаю с VIP-клиентами, которыми летаю на Fashion Week, на неделю мода. На все фэшн-шоу. На Versace, на Dolce & Gabbana, на Alta Moda. Ну и, соответственно, так принято, что когда ты идешь в гости к модному дому на фэшн-шоу, ты должен быть одет в одежду этого бренда. А приори ты это покупаешь. Вот и все. То есть я не покупаю вещь, потому что мне нужен какой-то статус, понт. Или я с точки зрения того, что я не вдохновляю эту вещь. Но то, что он в них вложил сам на дизайнер. И снова пора в движении. Так, я выставляю на голосование Марину. К Диане у меня пока чуть лучше мнение, чем в первом кону. К Инне я пока тоже выдержусь комментариев, пока не могу понять. Но Rolls-Royce это круто. Покупка года была. Как-то от кого-то я услышала фразу, что только человек, который покупает себе паленые вещи, хорошо разбирается, о паленых ли вещах одет и остальные. Ничего не могу сказать. Но кажется, что все-таки Марина одета в вещи неоригинальные. Марина одета иначе. Так, блин, ну я не знаю. Я сомневаюсь насчет Инны и... Дианы. И Дианы. И Дианы. Пусть будет Диана. Я выдвигаю Марину. К Инне у меня действительно доверия больше, потому что я присмотрелась к ее макияжу. Мне очень нравится образ в целом. Он такой, ну, как стиль бессилия, знаете. Я собрался, я пришел, не напрягался. К Сергею тоже вопросов нет. Человек просто от души рассказывает. Ну, я ему верю. Поэтому пока что у меня только к Марине вопросы, и к ребятам у меня тоже нет. Марина. Ну, у меня возникает... Вызывает вопрос Дианы, потому что она очень юна. Только по одной лишь причине. Насколько в таком возрасте можно себе позволить такие дорогие бренды. Sorry. Я всю правду рассказала в самом начале. Вы снова ошиблись. Это жесть. Одежду паленую я никогда в жизни не покупала, потому что считаю, что это глупо как минимум. Если у тебя нет денег купить какую-то брендовую одежду, то можно сходить, вытянуем. Ну, как бы жить нужно по достатку, я считаю. Было очень приятно с вами поиграть. Удачи. Я у тебя тату возьму в качестве извинений. Как вы относитесь к людям, которые одеваются в масс-маркете, и тем, кто носит реплики? Мне все равно, кто что одет, если честно. Знаете, песня такая была у дельфина «Я люблю людей». Что-то типа такого. Главное, чтобы человек был хороший, мне было с ним интересно. Не все мои друзья и знакомые могут позволить себе какие-то дорогие вещи. И меня это не разочаровывает и никак не останавливает в общении с ними. Одежда – это не важно. Для другого человека, на другом человеке, для меня. Мне тоже все равно, во что одеть человек. Я считаю, что человек должен сам себя любить и кайфовать от своего образа. Если он знает историю бренда, если ему действительно нравится этот дизайнер, допустим, он хоть в репликах ходит, хоть в оригиналах. Все люди должны быть счастливы. У меня такая позиция. Масс-маркет – yes, реплика – no. Лучше купить масс-маркет качественный, чем реплику. Вот в чем дело. То есть масс-маркет – это одежда, которую человек покупает по средствам, то есть по своим средствам. Она тоже может быть стильная, тоже может быть качественной. Из нее тоже можно собирать крутые луки. В отличие от реплики, которую ты купишь, и она будет как пятно на тебе бросаться. И если кто-то, допустим, появится в окружении, кто сможет отличить реплику от бренда, это будет не совсем, ну, этично, что ли. Тем более в Москве, где, в принципе, стиль играет значение. Я на самом деле соглашусь с высказыванием Инны в том, что это две совершенно разные вещи. Если ты можешь себе позволить покупать классные, дорогие вещи, пожалуйста, покупай. Если ты не можешь их себе покупать, иди покупать классный, качественный масс-маркет, ты действительно можешь себе выбрать хорошие вещи по доступным ценам. Но, кстати, с чем я не согласен, вот Инна сказала, что она купила Rolls-Royce, из него нельзя выйти вне брендовой одежды. У меня есть большое количество друзей и знакомых, у которых есть и Rolls-Royce, и Lamborghini, и Bentley. И все они могут вполне себе позволить одеть свитшоты худи бренда масс-маркет и выйти из такого автомобиля. Одежда больше не показательство его статуса, на мой взгляд. И второй вопрос по поводу реплик. Я считаю, что это выбор каждого на самом деле. Вот как-то Алла Вербер сказала, ну, купили вы подделку, вы могли и не знать об этом. Все мы знаем, что можно прийти в очень известные торговые дома, которые продают, и случайно наткнуться на подделку, и будешь ходить в ней и даже не знать, пока ты не придешь, условно говоря, в тот дом моды, который я произвел. И они вызовут полицию и скажут, а вот эта сумка на самом деле у вас оказалась не настоящая, да, и так далее и тому подобное. Но целенаправленно выдавать себя за того, кем ты не являешься, мне кажется, это по отношению к себе нечестно внутренне. Вот так я считаю. Ну, если честно, у меня мнение схоже с мнением Сергея, но различает это с той точки зрения, вот, например, если ко мне партнер приходит, и он, например, ну, там просто одет в классику в H&M, это нормально. Я понимаю, что человек старается, хочет как-то в люди выбиться, это, наоборот, вызывает уважение. Но если он пришел ко мне, не знаю, там, в часах там за, не знаю, за те же 20 миллионов, ну, чтобы мне пустить пыль в глаза, а он из себя ничего не представляет, ну, это же обман, это ложь, и это какие-то пустые понты, вообще никому непонятное. Иди в H&M, иди в H&M, иди в H&M. Ну, ничего стыдного в этом нет, но врать не надо. Вот это моя позиция по данному вопросу. Перейдем к вашим подозрениям. Ну, мне кажется, теперь просто сложно выбрать кого-то, так как для меня очевидно, что оказалось неправдой, и люди ушли. Поэтому я, наверное, буду просто выбирать интуитивно, и, скорее всего, это будет Диана. Мне тоже очень сложно, я просто наугад, простите, ребят, пусть будет Леонид, ну, вы мужчина, вы можете принять. По-моему, это сексизм. Нет, не соглашусь. Леонид. У меня под подозрением два персонажа, два замечательных человека, это Леонид и по-прежнему Инна, и мое мнение не сломить, я думаю, что дальше игра покажет. Голосуй против Леонида пока, да. Несмотря на то, что Сергей меня предал, я не буду голосовать против него, у меня он по-прежнему не вызывает подозрений, но вот ответы Инны реально стали вызывать у меня подозрения, поэтому я выдвигаю Инну. Вот так мне кажется. Я хочу сказать, что мирные жители стали на шаг ближе к победе. Вот моя карта. Вы угадали? Я покупал брендовую одежду, но вот эта легенда про бизнесмена, она действительно правдивая. У меня действительно есть свой бизнес, я действительно закончил школу экономики, я действительно родился в Москве, рос в состоятельной семье. Просто непосредственно, когда я поступил в университет, там была куча людей, которые огромную кучу денег, родительских причем вбрасывали в одежду, и я начал заниматься репликами, именно чтобы как-то, ну, не выделяться, скажу честно, но я не вижу смысла переплачивать большие деньги за оригинальные вещи. Это, ну, типа, никак неотличимо, я считаю, что это пустой вброс денег. Не вижу смысла переплачивать, когда есть крутое качество. Я, как и любая девушка, интересуюсь, безусловно. Стильно или не стильно, я судить не могу. Люди и окружающие это должны определять. Но модой я интересуюсь, и мне нравится это все. Я живу в красоте и считаю, что одежда — это красиво. И женщина должна этим интересоваться. Все. Да, я считаю себя стильным человеком, потому что у меня дома коллекция брендов, так как я пытаюсь бренды не комбинировать, потому что я считаю, что стиль — это одно ДНК бренда. То есть, в принципе, когда дизайнер создает коллекцию, он ее создает с перекличкой по ДНК, неважно, допустим, даже какая-то коллекция была и какая-то была линия. То есть, одевая одно ДНК бренда, ты одеваешь стиль. То есть, нельзя, допустим, носить Versace и нельзя носить Dolce & Gabbana в одном луке. Это уже не стиль. Это уже мувитон будет считаться. Поэтому, поскольку я сегодня специально выбрала такой лук и такой мейкап, соответственно, я считаю себя стильным человеком. Я не знаю, как ответить на вопрос, считаю себя стильным, потому что это реально должны оценить люди со стороны, то есть, как бы, стильный ты или не стильный. Для себя, наверное, да, классно, я классно выгляжу. А как для людей со стороны, я не знаю. Ну, я не считаю, что вещи разных брендов нельзя сочетать между собой. Это странно для меня, но окей. Одежда – это неотъемлемая часть моей жизни. Я ее, как уже говорила, очень сильно люблю. Я считаю себя, да, стильным человеком. Считаю, что у меня есть свой стиль, своя индивидуальность. Не зависимо от того, сколько стоит одежда. Вот и все. Чей ответ вызвал у вас сомнения? Мне очень сложно. Очень сложно. Допустим, я проголосую за Инну. Так как я должна кого-то выбрать, я голосую за Инну. Я выдвигаю Марию. Спасибо. Я выдвигаю Инну. Инна. Инна. Инна, покажите вашу карту. Все, что было сказано мной сегодня здесь, дословно, один в один, слово в слово. Это правда. Как ваше окружение относится к стоимости вашей одежды и аксессуаров? Негативно. Ну, если кто воспринимает негативно, кто воспринимает завистью. Зачастую я не всегда показываю, не всегда это показываю, говорю, потому что есть вещи, которые дорогие. На них не написано, что какой это бренд. Поэтому, в принципе, не говорю, сколько это стоит. Могу сказать, ну, там, недорого. Пять тысяч рублей стоит. Чтобы просто не акцентировать на этом внимание. Ну, скажем так, близкие друзья и клиенты, которые могут себе позволить такую же одежду, они открыто говорят, да, классно. И то же самое, когда ты приезжаешь на неделю моды и приходишь в гости в модный дом в их луке, то они говорят, о, да, круто, классно тебе идет. Здорово, что ты его выбрала в Москве, предположим, купила. Ну, я стараюсь не акцентировать внимание на стоимость своей одежды. И поэтому, если на ней там что-то громко не написано, люди, может быть, даже и не понимают. У меня есть в моем окружении разного контингента люди. Если кто-то понял, сколько это стоит, сказали, классно, сказали, здорово, где купила. На этом все заканчивается. Мы мало говорим об одежде с моим окружением. Я, наверное, так. Когда мне люди задают вопрос, сколько стоит твоя одежда, я говорю только бренд. Если человеку интересно, он найдет. Я стараюсь не кичиться, и, в принципе, мне и самое все равно, что надеть и на других людях. Я считаю, что человека оценивать по одежде это очень низко. Кто из участников не убедил вас? Просто какая-то подстава, реально. Вот все, до кого я думал, все ушли. Не знаю, вообще, просто наугад. Мария. Ну, я пойду методом исключения. Мне кажется, что Сергей так интересно говорит об одежде, и много они знают. Значит, наверное, он одет действительно в оригиналах. Поэтому я буду голосовать против Дианы. А я голосую против Марии. Мария. Мария, мы готовы увидеть вашу карту. Участникам так и не удалось вычислить того, кто носит реплики вместо оригинальной одежды. Просим Леонида и Диану раскрыть карты. Ну, я одет полностью в оригинал. Я – мафия. Я говорю о том, что неважно, во что человек идет. Не судите по одежке. Диана, поздравляем с победой и благодарим за увлекательную игру. Просим остальных участников вернуться для финальной беседы. Что вы будете делать, если у вас не будет возможности покупать брендовые вещи? Да, вообще никак не поменяется моя жизнь. Вообще, совершенно. Все будет отлично и классно. Буду классно и стильно выглядеть в одежде любой цене. Но это всего лишь вещь. Мне даже нечего добавить к словам Сергея, потому что, ну, действительно так, одежда в моей жизни ничего не поменяет. Я найду во что одеться. Классно. Я, конечно же, подрастроюсь, что у меня закончились по каким-то причинам деньги, и я не смогу покупать себе брендовую одежду. Подрастроюсь, немножко поплачу пару денечков, ну и пойду в ИЧН. В Зару. В Заре очень классные шмотки. Между прочим, я была на шоу, на котором я покупала одежду за 10 тысяч рублей за час. Я была на этом шоу. А вот где я тебя видела. Я подобрала отличные луки. Я была фавориткой. Это значит, что я вообще нормально себя буду чувствовать по жизни всегда. Ну что, я же вам скажу, я и так не могу себе позволить. Мне же все дарят. Я же сказал, что я муза, человека, которого вдохновляю. Он мне дарит это все. Главное – это харизма, душевное состояние. То, что образ ты всегда можешь подобрать под себя, под свое состояние. И все смотрят же не на цацки. Вот меня сейчас выгнали, то, что я много говорю, и то, что типа, ну не верят, да. А на самом деле, я такой классный, ребята, вообще. Вот что самое интересное. Ну, как я уже говорила, что для меня масс-маркет лучше, чем реплика. Соответственно, если уж жизнь заставит, то будем одеваться в любимый масс-маркет. В конце концов, он тоже бывает и итальянский, и там тайванский, и марокканский. А в Марокко, между прочим, еще и Том Форд. Поэтому, может быть, на одной фабрике. Всем спасибо за игру. Говорят, что встречают по одежке. Но главное, как известно, все-таки то, что у человека внутри. Помните об этом. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Будьте здоровы и счастливы. И мы счастливы. На этом шоу ты тоже была? Нет. Я была. Да? Вот я тебя видел. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok